МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Неизвестные фотографии Анны Ардовой. О боже, какого я размера огромного! Почему актриса сменила имидж? Вы же брюнеткой были? Да, но это я уже решила. Это эксперимент. Дети Анны Ардовой. Соня у меня откусила кусок уха. Совпадают ли вкусы сестер в отношении мужчин? Брюнет рыжий. Лысый. Вернулись слухи о свадьбе Анны Ардовой и Максима Аверина. И Макс сказал, Ань, ну наконец-то ты в платье, я могу на тебе жениться. Я говорю, ну сделай уже это. И чем Евгению Додолеву удалось удивить актрису? Да. Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом Анны Ардовой. Да ты знаешь, что наши в космос полетели? Из-за сосисок, из-за голодой. Я тебе говорю, из-за... Ну как в космос? Ну что, из-за хот-догов? Из-за хот-догов? А что ты думаешь? Наши с американцами поспорили на хот-доги. И что ты думаешь, как Гарин сказал, поехали? Нет. Он сказал, разогревайте. И махнул рукой. Говорите. Анна, давайте представим всех в произвольном порядке. Анастасия, моя младшая сестра. Софья дочь. Антон сын. Очень приятно. Что, это можно какие-то характеристики? Характеристики? Да, ну хоть в двух словах это. Любимая сестра, нелюбимая сестра. Знаете, если бы они не были любимыми, они бы здесь не сидели. Их бы просто не было бы здесь. Сестра любимая невозможно. У нас мама одна, папы разные. Настя, она дочь Игоря Старыгина, моего отчима. Видно по Насти, по-моему, что она, действительно. Любимая сестра и любимый друг, и любимое все. Еще и мой агент, и директор, и дизайнер. Вот это я понимаю. Все на свете. Настя, это все на свете. Соня, счастье моей жизни. Соня меня переделала. Когда я родила, я стала другим человеком. А это вот кусок счастья видимальчика. Вот это то, что я хотел. Вот это вот рожденное в любви, вот это чудовище. Вот это очень тоже любимое. А вот это счастье с косичками. Это я, да. Насколько я понимаю. Вы хотели, чтобы вас назвали Роза. Роза, я. Роза, Анна. Мне так не нравилась ее Роза. Ну, по-моему, ни разу не Роза, да? Ну, ни разу не Роза, но мне очень не нравилась. Вот фотография вашей с дочерью. Да. По-моему, никакая актриса, даже Мэрил Стрип, не сможет сыграть вот это выражение. Да это вообще невозможно сыграть. Полного счастья и обожания. Да. Мэрил Стрип много детей, она может. А? Она может, я что-то. Четыре, да? Мэрил Стрип много детей, она может. Семочка, объясни конкретно, зачем тебе понадобился мой блистательный актерский талон? Мама, вы включите уже вашу знаменитую логику. Вы будете тонуть. Ой. А Семен Фельштейн героически на глазах у всего пляжа вас спасет. Ой. А спасатели, как общеизвестно, имеют оглушительную стиху прекрасного пола. Красавец, Морг. В твоем блистательном плане, прости, пожалуйста, есть маленький, но большой минус. Какой? Семочка, ты не умеешь плавать. Выбирали имя детям своим. Вот Софья и Антонова. Значит, Сонечка. Сонечка была Варей долго в животе. А потом мне попалась книга в руки, в которой было написано, какие имена, что значит. И выяснилось, что Варя не любит мам. Там так написано было в этой дурацкой кризисе. Сейчас все Варя, все. Вот сейчас они сейчас все. И я подумала, нет, Варя не может быть. Тогда я решила, что она будет Ася. Ну, потому что Тургенев же, понимаете? А потом Соня взяла и родилась 29 сентября. А 30-го Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Я подумала, ну, конечно, Софья. Ну, а с Антоном какая история? С Антоном серьезная история. Мы с Сашей решили, что если родится девочка, то будем называть в честь его родителей. Александр, это отец. Александр Шаврин. У нас форс-мажор. Что случилось? Звонил президент Испании. Он не сможет завтра приехать на встречу. Как не сможет? Почему? Потому что он приедет на нее сегодня. А если мальчик, то будем называть в честь моего прадеда Антона. Бабушкин отец. Антон Альшевский. Он был левым эсером. И поэтому, когда Божий царя хоронили, в университете пела, он не встал. Его выгнали из университета. Он не доучился. И, значит, бабушка была врачом, а дедушка ветеринаром остался. Значит, и он лечил животных. Антон Александрович Альшевский. Да, Антон Александрович Альшевский. И поэтому... То есть, если я поменяю фамилию, то я тоже буду Антон Александрович Альшевский. Ну, кстати, хорошая идея. Это очень сценическая такая тема. Я когда у бабушки спрашивала, говорю, бабушка, а как вы могли быть за революцию? Бабушка мне говорила, ну, тогда вся интеллигенция считала, что что-то надо менять. И родители были врачи левые эсеры. И бабушку крестил Фронзе, который сначала был левым эсером, как известно. Странная история. Мало кому это известно. Да, вообще странная такая история. Но вот он был такой потрясающий человек. Света, знаешь, потомственный академик. У нее, знаешь, что? У нее дед такой большой ученый. Так он с ней когда с малой сидел, ее купал в ванной, да? Он ее в ванну положил, вода вылилась. И он этот закон открыл. Как его? Такой закон. А, Архимедову. Вы как-то сказали в интервью, что у вас любимый актер Де Ниро, любимая актриса, соответственно, Мэрил Стрип. Ну, еще Бэт Дэвис. Бэт Дэвис, ну, 50-е, это как-то... Ну, 50-е, но Бэт Дэвис великая, но великая. Слушайте, а кто боится, что случилось с Бэппи Джейн? Он помнит кино. Вот мне вот эти двое очень как-то нравится. Меня тоже в основе греют, да? Да. Ровно эти два персонажа олицетворяют противостояние Голливуда Трампу. Они же выступили... Да, против, я помню. Я Мэрил Стрип я видела. Потому что как только он увидит Трампа, он будет бить ему лицо страшно. Но это было, правда, еще до выборов. Мэрил Стрип тоже сказала, что... Мэрил Стрип ругал его за то, что он передразнил инвалида-журналиста. Вот вы скажите, а вот вы к Трампу-то как относитесь в этом контексте? Вы знаете что? Да. Я настолько аполитична. Я единственное, что обрадовалась, честно скажу, вот сейчас я буду выступать блондинкой, да? Вот сейчас вот раз и... Кат, и я блондинка. У меня появилась надежда, что все-таки он к России нижней относится, чем предыдущий Обама. А это важно? Ну, мне показалось, что это важно для нашей страны. Ну, насколько я могу это понять? Я не знаю, правда. Я не особо слежу и ничего в этом не понимаю. Здравия желаю, Екатерина Петровна! Разрешите? Мы что, горим? Нет, здравствуйте, господа министры. Это благовоние. А зачем они? Чтобы успокоить нервную систему после прочтения вашего отчета, министр обороны. Шутка. Шутка. Я вчера была в Токио на встрече с премьер-министром Японии. Это его подарок. То есть, когда вы вот в семейном кругу собираетесь... Мы не обсуждаем Трампа, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Единственный человек, который у нас что-то понимает вообще в политике, и как-то в этом разбирается, это не я, это наш папа. Папа, папа. И, ну вот у нас с Соней, как я понимаю, от мамы передалась вот эта вот аполитичность. Это очма, да, называется? Из чего эта очма делается? Она делается из сыра и лаваша. Вот, ну, по праздникам. Мама, можешь мне дать, пожалуйста, бутербродик? Да, конечно. Какой тебе мой родной? А можно я тебе рукой дам? Да, конечно. Вот можно я не буду сейчас вот так долго? Да, 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 спасибо. На этой фотографии тот период, когда вас звали Аня Чума, нет? Аня Чума, значит, это уже первый курс. На первом курсе меня уже звали Анна Борисовна. А, вот так вот. Аня Чума меня звали пораньше, мне лет было когда 14. То есть вот вы курите, пить портвейн, начали вот... Портвейн не пила. Нет, да. Представляете? А я делаю в том, что в классе седьмом переболела желтухой, и все пили портвейн, а я ведь только курила. Мне нельзя было, мне плохо было от всех этих вот напитков прекрасных, плодов ягодные, вот эти все, которыми развлекались мои... Ты же прошла мимо, практически. Ну, она попозже началась, как следует. Я попозже наверстала, но не портвейн. Я портвейна вот так и не понимаю. Давай выпьем за то, чтобы ты нашел сегодня себе нормальный ночлег, да? Ну, вообще, я собираюсь ночевать там, где прописан. Че, это в тюрьме, что ли? Ну, а вот эта история, когда вы взяли и побрились. Да, была такая история, я взяла, побрилась наголо. Вы сейчас в этом направлении, кстати, потихонечку... Двигу, да. Возвращение. Когда было резко, я просто отрезала косу. Вот Анастасия так не умеет. Да, я отрезала косу. Стрижка была сделана сколько? Уже два года назад. Да. Около. Да. Около двух, да. 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 Да? Да. Два года назад для картины. Мне не произошло. Да, но понравилось, да? Да, но сестрижка осталась. Нет, мне начали еще снимать в таком виде. И сначала мне совсем не нравилось. Вы же и брюнетки были в какой-то период. Да, но это я уже решила... Это был эксперимент. Это эксперимент. Эксперимент я решила, что раз уж я с короткой стрижкой смыть, это будет легко, если не понравится, и все. Что ты там делаешь? Ям. Хорошо. Что ты там делаешь? Ям. Нет, а там какие-то сообщения. Да, да, я, я... Там что-то... Да, я, я... Коммуникация какая-то прошла. Мы почти сиамские близнецы. Почти. Около. Слава богу. Ну... Да, 4 года разницы, но да. 4 года разницы, разные отцы, в общем, вам сложно. Ну, Лас, давай расскажем про уши. Давайте, 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 давайте. Ситуация такая, что у меня немножко, ну, кусочка уха нет. Так, которого? Вот это вот правого. Вот видите, моя очередь. Так, это надо с увеличительным каким-то стеклом рассматривать. Сейчас я вижу, да. Да, когда были маленькие, видно было очень сильно. А у Сони на левом ухе чуток, оно увеличенное. То есть я считаю... У меня есть лишний кусок. То есть вы позаимствовали практически... Да, что Соня у меня откусила кусок уха. Поколения вообще, в принципе, традиционно стараются быть непохожими на родителей. У вас не тот случай? Я... Нет, у нас как-то все очень похоже на меня. А почему вы отвечаете, собственно, за сухие? Извините, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы Софья и Антон объяснили. Вот вы, например. Матери много, как всегда. Ты первая. Я хочу быть похожа на маму. А я хочу быть похожим на папу. Папин сын. Это звучало. Такого умного человека я в жизни не встречал. Более образованного. Да, он очень образованный, очень начитанный. Я очень стремлюсь к этому. Папа для меня идеал. Не во всех сферах, ладно? Не во всех сферах. Нет, нет, не во всех. А в каких сферах нет? Ну, в некоторых есть некоторые сферы, в которых не надо. Мама. Что? Такая ситуация. Мне 500 рублей на такси надо, да, срочно вот эти конверты надо довезти. А на метро мне не покайф ехать, я же курьер. Я не скажу. Куда катится этот мир? Я тебе сейчас не 500 рублей, тебе 500 от затыльников так режу. Ты ходить у меня не сможешь, и ты тоже, Анна, по личному оба будете лежать. У нас что, что с тобой еще? Носы. Носы. Ну, это в меня. А вы, кстати, по поводу носа, я слышал, что вы комплексовали или комплексуете. Ну, да, конечно, сейчас самое главное, чтобы сделали коррекцию носа. Так, не надо. Да, коррекция имеется в виду гримом коррекцию, господи, Антон. Ну, я не разбираюсь во всем этом, мам. Я все время, очень смешно, я все время прихожу на грим, когда мне надо всего очень много рассказать всем, сообщить, со всеми пообщаться. Ну, я начинаю болтать, единственное, как меня можно остановить, это девочки-гримеры обратили внимание, сказать, Ардова, коррекция носа, я замираю. Тен, коррекция носа, да. А вы считаете, у вашей сестры есть недостатки? Нет. У всех же людей должны быть, конечно. У моей сестры Насте нет недостатков. Нет, а я сейчас этот вопрос к Насте был про вас. Да нет у моей надежды недостатков, у Кондрашкиных достоинства. Ну, может, она злопамятная или обидчивая? Кто, Надька? Да она вмиг все обиды прощает. А может, она спятничать любит? Мой Артем этого не выносит. Ну, чтобы моя Надька просто языком маловала, да никогда. Мне интересно, у сестер вкусы на мальчиков всегда были одинаковые или вам разные типажи нравились? Задумались. У вас есть вот типаж, допустим? У меня есть. Да, пишите. Брюнет. Рыжий. Лысый. Лысый? Конечно. Там тестостерон, конечно. А у вас? У меня разные. У меня самый любимый мужчина, знаете, кто? Если из кинематографа. Денира. Харви Кейтель. Денира любимая отец. Харви Кейтель. Я мужчина, любимый Харви Кейтель. Слушай, ну, а что там? Не знаю. Будь я женщина, я бы тоже влюбился в Харви. Она боится глисексуально. Габен. Габен и Харви Кейтель. Мой классный. Антон, а вам тогда вопрос. А вы думаете, у вас есть типаж любимый? Типаж любимый? Моя самая любимая актриса в плане... Нет, нет, мне не актрисы нет. Ну, нет, вы говорите в плане. Он совсем не так. Женщины, если говорить, вот как мама уже говорила, Харви Кейтель. Да. И Габен. И Габен. Тогда я скажу Ума Турман. Ну, хороший вкус. Софи. Для меня это вот так же. Нет, нет, мне тоже нравится. Мне нравятся обаятельные идиоты. Обаятельные и идиоты? Или обаятельные идиоты? Выбирайся. У вас литмотив во всех интервью происходит что-то такое, тема, что я очень влюбчивая, бла-бла-бла, я вот влюбляюсь, увлекаюсь. Это семейная вообще черта? Это всем? Я очень влюбчивая. Да? Я тоже. Это в меня. Да, да, да. Антон, вы сейчас влюблены в кого-нибудь? Да. В данный, да? Да. Ответно, безответно? Она знает? Ответно. А, то есть у нас отношения? Да. Мама ободряет? Конечно, ободряю. Прекрасно, девочка прекрасная. Она мне сразу понравилась. Арина есть у нее? Да, Арина. Семочка, я не знаю, как все женщины, но одна, одна женщина любит тебя. Вот уже 35 твоих лет. И не променяет тебя ни на одного олиганха. Хотя один конечный. Нет, нет ни на кого, ни на кого, боже мой, нет. Арина, мне сразу понравилась еще на поступлении. Мы сидели с Сашей и слушали, как... На 1 сентября это было мама. На 1 сентября это было. И дети представлялись, все выходили на сцену и представлялись. Ну, как бы, да, поступившие. И первое, что, как только девочка Арина вышла, сказала про то, что она выращивает кактусы, и про то, что она надеется стать актрисой. Вернулись друг к другу, и хором сказали, какая хорошая девочка. А потом оказалось, что Антошенька полюбила прекрасно. Тоже так думает. Я просто счастлива. Анна, а вы сейчас влюблены? Нет, пока временно как-то в детей. Вдруг, да? Да, да, временно нет. Но хотя это опасно, потому что обязательно надо быть в коммунете влюбленной, но чтобы хотелось красить ресницы на работу. Ну, потому что на репетицию, понимаете, можно же прийти не накрашенной, ничего страшного. А когда кто-то есть с кем... Ну, как бы придумала себе любовь и отлично, и ресницы накрасила. Но вот пока как-то нет. Ну, жду. Софья? Веснеет. Что? Я пас. А. Пока пас. Хорошо. Анастасия? Ну, я замужем, да, люблю мужа. Так мы мужем, я же прям... Мужем подвознил издалека. Нет, мне кажется, это же не обязательно. Нет, тут муж и сын пока больше никого. Есть такая составляющая профессии, то, что называется слухи, сплетни, бла-бла-бла. Это я к чему захожу? Ага, смотри, не так. Следующие фотографии. Ой, мой дорогой! Ой, дорогой! Кстати, про лысых мужчин, кстати, говорят. Да, да, да. Я сразу вот это вспомнил. Да, вы знаете, это же целая история. Это мне? Да я из метро выходил, бабулька букетик продает, но я купил, чтобы ей помочь. Если тебе нравится, возьми себе, куда-нибудь поставь. А если нет, мы можем выкинуть. Да не, ну что ты, спасибо. Был этот проект, где Макс был ведущим. А я все время разные образы у меня были. Я все страдала, что я там практически одна артистка, кроме Меркурбанова. И что все остальные певцы, а я не пою. И у меня все время трагедия была, потому что я думаю, зачем меня позвали? Я не могу соревноваться, но они же профессионально делают. Я могла только актерское пение. И Макс меня все время успокаивал. И ему все время говорили, Макс, ты на точке? То есть когда снимали. И поэтому я все время начинала, Максим, встань на точку. Максим, ты на точке? Слава богу, ты на точке. Ну, в общем, это была долгая история. Я шутила-шутила про точку, потом еще про что-то. И потом у меня был образ невесты. Где я была невестой, от которой то ли жених убежал, то ли не убежал. Не помню уже, как это все было. И Макс сказал, Ань, ну наконец-то ты в платье, я могу на тебе жениться. Я говорю, ну сделай уже это. И начали разыгрывать дальше эту историю. Говорю, Жена, ты вообще как себя ведешь? Я говорю, ну дома поговорим. Ну и начали, просто мы стебались, как могли, естественно. И на следующий день мне позвонили из семи дней. Да. Или из Комсомольской правды. И сказали, а это правда, что вы жена Макса Аверина? Говорю, Господь, с вами. Вы что, не понимаете, это юмор? Это стеб. На что, значит, Макс потом, когда мы встретились, на съемке он сказал, а ты знаешь, что про нас в Википедии просто написали? Он говорит, я пытался, ну как-то он исправлял это. Я говорю, ну ты исправь, потому что... Смотрите далее. Получила ли шутка продолжение? И теперь, когда Аверина звонит мне, или мы встречаемся, он говорит, ну жена, как ты? Я говорю, муж, скучаю очень. Как снимали наш любимый скетч-хом. С одной стороны, значит, складывала я грудь, с другой стороны, Евелина, он говорил, господи, кто бы меня сейчас видел. Каково сестрам жилось в годы популярности главы семьи Игоря Старыгина? Они караулили и ждали. Караулили и ждали. Выйти невозможно было. Да, это были фанатки абсолютно. И чем Евгению Додолеву удалось удивить Анну Ардову? Да. О-о-о! Ну и все, теперь, когда Аверин звонит мне, или мы встречаемся, он говорит, ну жена, как ты? Я говорю, муж, скучаю очень, я скучаю по тебе, муж мой. А приходилось страдать от каких-то слухов другого рода? Были, были какие-то истории, конечно, неприятных. Много было, естественно. И я сначала на это очень болезненно реагировала. Например, была история, когда меня, ну так смонтировали неверно. Пришли на одну за всех, где я играла боксершу, которая очень ревнует мужа. И спросили меня, как вы относитесь к Евелине Блеттонс, и что бы вы сделали, если бы она приставала к вашему мужу? Я говорю, вы знаете, Евелина прелестный человек, моя подруга, и я не представляю себе, чтобы она приставала к моему мужу. На что мне сказали, а вдруг бы она, а если бы она приставала к вашему мужу, вот вашей героине, что бы было? Я, будучи в боксерских перчатках, сказала, да ее бы я убила. Дальше монтаж. Они спрашивают, да, они спрашивают про Евелину, а потом берут вот этот ответ моей героине, где я в роли. Я этого не видела. По телевизору, но мне стали подходить люди, через какое-то время, говорят, ты что, так не любишь Евелину? Ты к ней плохо относишься? Я говорю, я? Я говорю, я обожаю Евелину. Когда я узнала, что утвердили Евелину на мою, эту силиконовую, я была счастлива, потому что я ее обожаю. Мы репетировали спектакль вместе. В чем дело? И потом мне рассказали. Я, конечно, ужасно переживала из-за этого. А потом я поняла, что если я буду реагировать на все, что говорят про меня, за моей спиной я сойду с ума. И я поняла, что это факт личной биографии тех людей, которые говорят. Энджи, детка, привет! Здравствуй, Крис! Крошка! Муа-муа-муа! У нас получилось! Я была в парикмахерской, там все обсуждают нас на обложке журнала. Вот, смотри! И это мы! И у каких хорошеньких рублевские жены под гнетом! У домраковых! Есть у вас любимый образ вашей сестры? На телевидении, в театре, в кино? Мне, пожалуйста, да. Сейчас. Я вот видел Бардову в роли Бланш, мне кажется, это была бы вообще... Мы об этом... Я мечтаю. Это мечтанина, да. А вот прямо это... Вы знаете, что я из-за этого в артистки пошла? Вы сейчас просто... Да ладно! Блин, вы сейчас угадали... Вы же никогда это не говорили? Я никогда этого, по-моему, не говорила. 15 лет прочла эту пьесу Тенниси Уильямсов. Да, это вот прям ваше, ваше. И я так захотела это сыграть. Я ревела страшно. И пришла к бабушке Нине Антоновне Ольшевской, которую я обожаю и обожала. Она для меня идеал вообще женщины, актрисы и всего на свете. И я пришла к ней и сказала, я так хотела бы это сыграть. Это такая роль прекрасная. Это моя мечта. Но я не знаю, наверное, неизбыточная уже. Я боюсь. Обидно, да, что вот будучи там драматическим, театральным человеком, актрисой, понимать, что страна-то знает по телевизионным работам. Нет, вообще не обидно ни разу. Вот знаете, что я хочу сказать? Давайте будем честными. Давайте. В театр народ ходит мало. У меня в театре приличных работ. Так сложилось мало. Ну так исторически сложилось. У меня хорошие спектакли, но их мало. Меня знают по женской лиге, одной изо всех. И, ну и, в общем, собственно говоря, все. Это самые громкие. Слушайте, я счастлива. Я люблю эти работы. Мне за них не стыдно. Я не халтурила там. Я получала от этого удовольствие. Вот и интонация сейчас. И в конце концов, елки-палки. Вот эти. В конце концов, елки-палки. Но люди это любят. И комедия это сложно. Это кажется, что это очень легко. Это сложно. Я-то знаю, что это сложно. Это сложно, и поэтому, слушайте, я этим горжусь. У нас просто есть фотографии. Да, да. О, боже, какого я размера огромного. Представляете, у нас десятый размер груди вот там. Вчера на вечеринке Вероника вышла. Эта тупая Вероника достала скрепку и стала на ней играть. И все на нее обратили внимание. Все весь вечер говорили только о ней. Смотрели только на нее. И у меня такой популярности никогда, никогда, никогда не было. Детка, ну что ты? Вспомни, мы были в клубе. Ты в желтом платье, с декольте. Мы танцевали. И вдруг твои девочки выскочили. И стали танцевать еще энергичнее. Это было так феерично. Кстати, вот такой технический вопрос. Мне знакома из вашего цеха. Не знаю, удобно ли называть ее имя, фамилию. Вот, ну, обладательница не десятого. Ну, там, по-моему, шесть-семь лет. Седьмого? Я даже знаю, видимо, о том вы говорите. Да, давайте на всякий случай. Прелесть моя, любимая моя. Жалуются, что это просто очень тяжело физически. Вы не представляете, как тяжело. Вот я хотел узнать, вот силиконы. К концу рабочего дня. Нам же делают настоящие вот эти силиконовые, тяжелые. Ну, чтобы они, они настоящие. Это вот эти импланты, вот эти как бы, вкладывают туда. В эти безумные лифчики. Мало того, что мы с Эвелиной, как только есть перерыв, мы делаем так. Все, да, сейчас перерыв закончил. Потому что это невозможно. У нас был такой, ну, то есть он и есть. Андрей Лаптев, второй режиссер, прекрасный молодой человек. Который вставал вот так посреди площадки. Когда муж нам не на чем было держать, вот это лежать. А он вставал и говорил, девочки, ну давайте. Ставила вот так руки. С одной стороны, значит, складывала я грудь. С другой стороны, Эвелина, он говорил, господи, кто бы меня сейчас видел. Кто бы меня сейчас, почему меня никто не видел. Почему это никто не может оценить. Это дико тяжело. К концу дня отваливается спина и плечи. И вот эти вот, хоть и широкие бретельки, которые, во-первых, ну уже дико широкие бретельки, чтобы это держать. И просто там такие красные следы. Ну тяжело, как от рюкзака. Вы совершили самый быстрый в мире переворот. Тебе улучшили, Эвелина, здесь мы самые настоящие подстанцы. Эвел. Чин-чин-чин. Подождите. А, у меня некрасиво вышло ничего. Шикарно вышло. У меня, да. А вот давай. Да, да. Просто вышло. Очень хорошо. А вы все, кстати, готовите. Анастасия готовит гениально. А что? Фунчоза у меня фирменная. Самая любимая моя фунчоза. Настя, когда мы собираемся дома, шоколадный торт, Настя. Это мой любимый. Вы любите, любите есть или умеете готовить еще ко всему прочему? Нет, тортик я шоколадный не умею готовить. Мама, готовь гениально. Ничего заумею. Это опасно для попы. Очень. В этом смысле. Мама очень любит экспериментировать. В дни бедности, когда в холодильнике была только капуста. О, это чудовищная история, да. Я испортила капусту какую-то. И мама, папа сказал, ты затуши, Анют, капусту. Что сделай? Потуши. Затуши. Затуши, да. Потуши капусту, говорит Анют. Мама пошла, начала тушить капусту. И в итоге начала туда добавлять соус карри. Так. И получилось что-то невероятное. Вкусно получилось. Невероятное в плане... Канно. Да. Плохо. Плохо. Я расскажу. Это не так. Это не так. Как было? Дело в том, что действительно были только замороженные грибы нашей маменьки. Ага. И картошка. Я сделала, естественно, картошку с грибами и жареным луком. Большую кастрюлю, потому что должны были прийти гости. Мы рассказывали разные истории. А нужно было сделать какой-то салат. Ничего кроме капусты не было. Я решила, что надо же как-то капусту, ну, не просто с луком, например, сделать, да, и с постным маслом, чтобы было бы вкусно, в общем, и с укропом. Я решила, что этого мало. И я добавлю туда карри, но я добавила столько карри, что это было просто карри. Ну, как-то я сыпанула. А то я пыталась это промыть, потому что капусты больше не было, и денег ее купить тоже не было. В общем, это была дикая гадость. Мам, я кушать хочу. Сыночка, а я коралловую бусу хочу. Ты знаешь, сколько лет хочу? Коралловую бусу прошу купить. Коралловую бусу, все, в полосмази все хожу. Мне кажется, это единственный был раз. Все равно ты отлично делаешь. Да-да, я все не экспериментирую. Я не просто так начал говорить про еду. Вот это подарок. Подарок. Мой банк. Да. Да, я рассчитывал, например, на такую реакцию. Это же Малаховец, это же... Боже! Это счастье какое, Господи! Да, это кулинарная книга, которая... Да, Малаховец. А вы знаете, что Малаховец-то? Это генерал русской армии. Знаете, да? Да-да-да. Который подписывался Еленой Малаховец. Ему было стыдно. Это рецепты настоящие. Да. А у вас была такая? Да. История такая. Мой папа подарил... Ты ведь, на самом деле, эту книгу папа подарил Саше Шаврину. Потому что наш Шаврин очень тоже любит готовить. И мой отец, будучи с ним в друзьях, еще до моих всяких появлений в роли жены, папа с Сашей дружили гораздо раньше, чем даже я с Сашей познакомилась. В покер играли. И Шаврин говорит, я тебя еще помню, когда ты чай возила нам на столике, заваренный чай, они в покер играли. Ну, какие в девять, ну, в восемнадцать-девять. В восемнадцать, да. Не было там, ну, семнадцать-восемнадцать. Папа все время какие-то разные истории рассказывает. Папа... Папа великий. Папа великий, да. И он, и Саша Шаврин отнес книгу, это Малаховец, значит, отнес на репетиции спектакля двое других, где играла Соня. Это первый спектакль, где Сонечка в семь лет вышла на сцену. Был питерский такой спектакль, где играли Кортнев, Леонидов, Андрей Ургант, Шаврин и вот Сонечка. И Шаврин отнес эту книжку, и там она где-то пропала. Я так думаю, что он ее все-таки Андрею Урганту подарил, Шаврин. И я до сих пор... Вы представляете, да, то есть вы сейчас спасли жизнь Шаврину, потому что я... Каждый раз я вспоминаю, как этот гад подарил книгу, которую подарил мой отец, как он мог... Это 1878 года издание. Прелесть. У меня позже было. У меня позже, у меня было позже. Рассчитываю, что да. Боже, какая... Дайте-ка там мне полистать. Вот это пасха моя, пасха, которую я готовила. Да, да, да. Вот она отсюда, из этой книги. Что вы прилипли? Дайте мне посмотреть. Там есть записи, там есть старые рецепты. Это что, хот-дог? А почему у него вместо сосиски морковка? Да потому что у тебя вместо мозгов капустка. Да ты что, не видишь, Шаврин? Это вегетарианский хот-дог. Вы когда сказали, что не было денег, чтобы там капусту купить, я вспомнил такую легенду, что был период, когда восьмилетняя дочь фактически содержала вашу семью на свои гонорары. Да, содержала. Мы снимали дачу за счет Сони и жили все лето за счет Сони. Потому что Сони снималась то ли Москва-центральный округ, то ли игра на выбывание. Крыша. Тот неф, крыша позже. Крыша значительно позже. Крыша позже. И там уже все зарабатывали. Когда крыша была, уже зарабатывали все. Ну, кроме меня. Соня содержала, да, семью. Про крышу, я так, насколько понимаю, это же Грачевского полный мед. И вас там заставляли употреблять никотин. Нет, дело в том, меня даже попросили научить курить, Соня. И я сидела на кухне и говорила, Соня, ты должна не затягиваться. Я тебя умоляю. Я тебе покажу, как курить, но только затягиваться не надо. В кадре этого не будет видно. Вот ты тебя берешь так вот в рот и выпускаешь дым. Ну, не надувай щеки, говорю только. Ну, я Соня научила не затягиваться, а дальше я не знаю, как это будет. Бабню, будешь выступать? Пойдешь дома свой сериал «Потереку» слушать. Все, давай, слушай, быстро. Быстро. Ты уже мне, молодежь, пошла. Теленки не обсохли, она уже шантажирует. Давай, включай. Бабню, к нам новенький пришел. Еще одна такая семейная фотография. Это вы в Израиле, да? Это что это? Я люблю железный купол. Дело в том, что мы купили билеты. А, рандом. И мы уже купили билеты, и купили отель. И собирались отдыхать в Израиле, радостно, в любимом. И началась вот эта война, когда перестрелка-то была вот какая-то была. И были сирены. И, а, я еще приехала туда, там еще театр Фоменко. Они приехали со своими... С чем они приехали? Волки-овцы. Находили. И я пошла... Это был первый раз, когда спектакль остановили, потому что началась сирена. И ребята говорят, не было, говорит, у нас сирен, еще не было. Мы не знаем, как это будет. Приходите, мы надеемся, что не остановят. И остановили. Спектакль все встали, отошли к стенке, потому что была сирена, потому что опасно. А первая сирена была на море. Дети у меня в море. И вдруг я вижу, слышу сирену. И летят вот эти фигни. И там начинает, кстати, облачка, знаете. Страшно дико. Я начинаю говорить, дети! И у меня, естественно, паника, я курица. Я начинаю говорить, дети, дети, дети! Дети бегут ко мне, напуганные моей истерикой. Дети бегут ко мне, и вдруг сверху эти всякие, которые как... Спасатели говорят, окей, окей. Окей, окей. Все хорошо. Я говорю, да, дети! А дети увидели окей, и тут же начали, ха-ха, мама, ха-ха! Ну, естественно, ну как же. Нет, просто... Потом зохотали все надо мной. Я говорила, ночью, пожалуйста, будьте готовы выходить на лестницу. Я вас очень прошу, пожалуйста. Мне говорят, ну, мам, ну все, ну уже расслабься. Ну уже все, уже расслабься. Мам, вот ты сейчас на самом деле неправильно рассказала. Мы с самого начала начали на тобой ржать. Как только началась сирена, и ты сразу... А что происходит? А что происходит? Мы сразу начали над тобой ржать. Соня, первый раз вы испугались и побежали ко мне из моря. Уйбань, конечно, ты такой герой, ты такой герой. Потому что... Ты ничего не боишься, сынок. Ты никогда ничего не боишься, сынок. Мама, мама, потому что папа лежал, пока ты... А, нет, папа лежал. Папа просто ленивый полз. Потому что ты кричала, ты кричала. Папа ленивый полз, и ему просто лень было встать. Ты мне уже однажды это говорила. Да. И еще много обидных слов. Помнишь? Да, помню, помню, когда я тебя отправила купить Катеньке кроватку, маленькой, а ты завалил всю квартиру цветами. Слушай, ну, кроватки есть у всех, а комнаты с цветами нет, не у всех. Знаешь, что за топом Катя полгода с нами спала. Ну, и выросла нормальной, хорошей девочкой. Ты лежала, ты стояла, кричала на нас. Бегите, бегите к нам, а мы к тебе шли через воду. Что? А папа лежал и читал книгу, и такой, а, сирена, ну ладно. К сожалению, мы не осознаем опасности. А ведь все, правда, очень страшно. На самом деле, действительно. На самом деле, мама, мы сменялись. Мама, да не кричи. От этой фигни, которая там взорвалась. Да, мы могли бы умереть, подожди. Мама единственная, осознанная мама. Она единственная прекрасно осознавала, что нам будет плохо. Просто это было так смешно. Смотрите далее. Как Анна Ардова приняла отчима Игоря Старыгина? Я спросила, Гоша, а у тебя мама есть? Он говорит, да, Игорь, а что ты к моей ходишь? Страдала ли семья от популярности советского арамиса? Они караулили и ждали. Караулили и ждали. Выйти невозможно было. Да, это были фанатки абсолютно. И неожиданные подробности жизни сестер. Вас представить кусающей за попу? Легко. Наоборот. Вы не писаете, Настя смелее меня раз в 600. Я подумал, что ведь в советское время не было, а если бы была светская хроника, то когда ваша мама сошлась с вашим отчимом... Игорем Владимировичем Старыгиным? Да, вот это была бы просто бомба, учитывая масштаб известности арамиса, об этом бы писали просто все. А вы когда поняли, что ваш папа – это вот секс-символ, вообще любимец державы, в каком возрасте вы, будучи дочерью, поняли, что это не просто отец ваш, а человек, которого знает и любит страна? Ну, наверное, в каком-то сознательном, там, наверное, четырех-пяти, но когда мы стали с ним куда-то выходить, и я стала видеть реакцию людей на него, когда невозможно было просто идти по улице, когда люди кидались, когда он ходил все время в темных очках. Атос? Я. Фортос? Я. Аравиз? Я. И Д'Артаньян. Один за всех. И все за одного. Помнишь девушки, которые бились в окно? А, да, а около квартиры, да. Как-то бились в окно? На первом этаже? Первый этаж. Да, первый этаж. Они караулили, ждали. Караулили, ждали. Выйти невозможно было. Да, это были фанатки абсолютно. То есть сидели барышни, которые ждали, когда… А ваше чувство – гордость или какая-то опаска легкая, раздражение? Нет, опаски не было. Наверное, в разные моменты по-разному. Когда-то это гордость за то, что, да, вот, ну, это мой папа, а его столько женщин любят. Вот, а когда-то, естественно, когда… Я вижу просто, что его это раздражало местами. Ну, как бы, естественно. Доедало, конечно. Естественно, надоедало. И то есть я видела его раздражение, естественно, я понимала, что, наверное, это тяжело. Последняя фотография. Одна из последней. Это Екатерина Табашникова, вот эта фотография. А это у них? Это где он? Нет, это у меня на фестивальном. На фестивальном. А, да-да, вижу, узнаю холодильник. Да-да-да. А у вас какие были отношения с отчимом? У меня очень хорошие были с Гошей отношения. Когда я была маленькая, это известно, я рассказывала об этом, я ему говорила, что… Я просто сказала ему, Гоша, скажи, пожалуйста, у тебя… У нее было мало времени, там, года два. Я спросила, Гоша, а у тебя мама есть? Он говорит, да. Я говорю, а что ты к моей ходишь? А Люда Дмитриева, папина следующая жена, рассказывала, что я… Он меня взял, ну, видимо, взял погулять к ней на свидание. Я ей просто… Она же выходила из метро, а я ей говорила, уходи отсюда. Это мой папа, уходи отсюда. То есть я как-то боролась, видимо, за родителей. Сильно. Не, ну, Гоша меня обожал, Гоша, и я его, и как-то у нас все было хорошо. Просто дело в том, что очень мне странно, вот сейчас вот смотреть на вас обеих и вспоминать, что вы бабушку, вашу бабушку Зою Моисеевну кусали за попу… Попу, да. Да, Анна. Не помню этого. Ну что, молодежь, когда к бабушке вернетесь? Серафима Аркадьевна, нам у вас было так хорошо, чтобы, пожалуй, предпочтем не возвращаться. Всего вам хорошего. Наверное, рассказывали, просто я не помню этого. Настя взяла просто. Она гоняла бабу Зою. Чтобы вас представить кусающей за попу, я могу представить. Наоборот, вы не писаете, Настя смелее меня раз в 600. Это правда. Потому что, например, меня баба Зоя наказывала. Ну я, правда, там на каком-то этапе пошла ей, сопротивлялась, я ей сопротивлялась. И она перестала меня наказывать. А Настенька, как только на свет появилась, сразу бабушку за попу укусила, и бабушка сразу стала ее слушаться. Если Насте не нравилось, что делает бабушка, она кусала ее за попу. И бабушка ее страшно боялась. И это прекрасно, я считаю. Мне вообще кажется, меня боялись все. Настя смелее меня. Вот как в это сложно поверить. Настя смелее меня. Вот эта тема в тихом омуте, вот это все вот оттуда. Да, 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 да. Если ты это все, господи. Настя, ты прекрасна. Конечно. Мне кажется, просто идеально и все. Кто говорит, что это тихо. Просто идеальная младшая сестра. Бесит ужасно, что такая идеальная младшая сестра. По традиции нашего проекта, мы дарим вам альбом. Семейный альбом. Семейный альбом, в котором собраны фотографии и оставлено несколько страниц вакантных. Для нашей следующей встречи, где уже будут, я думаю, другие проекты, возможно, семейные. Семейные. А вот, я вас смотрю. Вот, я купила тебе книгу. Ты, пожалуйста, посмотри, тут фотографии. Все написано про художников. Все прочти. Молодец, давай. Купили книгу. Брачур на выходы всем давали. Какие классные. Боже мой. А, вот это Каньхова. О, Господи Иисусе. Да. О, Сеня. Сеня. Вот, дети. Папенькая. Папенькая. Слушайте, какая красота. Мама. Настя. Да, любимая фотка. Класс. Класс. Господи, это папа? Нет, это Кулаков. Не знаю, это издвека показалось. А это ты на себя. А вот, смотри, как с тобой похоже. А вот свадьба. О, кайфец. О, Казахстар. О, Казахстар. Продолжение следует...